На холодные батареи жалуются жители Киева и Днепра, несмотря на отчеты энергетиков о том, что практически все дома уже отапливаются, на деле все иначе. Где и почему холодно, расскажут наши корреспонденты. У вас есть тепло. Такой ответ слышат многие жители Соломинского района столицы, когда набирают номер Киевэнерго. Когда мы звоним в Киевэнерго, в диспетчерскую, вот весь дом по очереди звонит и вместе, говорят, что у вас есть отопление с 27-го. По факту же в их квартирах 13-15 градусов. Мало того, в соседних домах давно нет горячей воды, а последние 4 дня еще и перебои с электричеством. Говорят, разогреваются, набирая номера всяческих служб. Они нас вот боляют. Мы звоним в одну службу, они говорят, перезвоните в эту службу. Да, 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 мы звоним в ту службу. Заявки даем регулярно. Перезвоните в другую службу. Значит, вчера у меня последняя была инженерная служба. Чтобы узнать, есть ли в этом доме отопление по официальным данным, сначала звоним в диспетчерскую. Алло, доброго дня. Паня, скажите, пожалуйста, а включили упаление на улице Социалистично 2-4? Это Соломинский район. На данный час, почему дома принимаем заявки, если нет квартиры подключения или частично. Там уже есть заявки по вашему дому? Я в курсе, что они есть, но отопления нет. И ответа нет, почему нет отопления. На заявку передали наши заявки приняты. В ЖЭКе мы хотели спросить, все ли заявки приняты. И почему отопления нет до сих пор. Но вот никого из руководства сегодня там не нашли. В Киевэнерго говорят, причин отсутствия тепла может быть много. Основные – это задолженность или повреждения на теплотрассах, которые им не подконтрольны. Если в некоторых домах нет теплоносителя, то это первое может быть из-за повреждений этих домов или отсутствия формы Е8, которая подтверждает готовность этого дома принять теплоноситель. Внимательно посмотрите и решите вопрос о подготовке домов и выдаче формы Е8. Еще 27 октября в Киевэнерго заявили, 96% домов давно с теплом. И только 234 временно без отопления. Вчера в мэрии говорили о неполадках в 400 домах. А сегодня киевский городской глава заявил, 800 жилых домов отключены. И пообещал устранить проблему как можно быстрее. Вот в этой пятиэтажке отопительный сезон и не начинался. А на улице сыро и холодно, температура воздуха 7 градусов. В квартирах чуть-чуть теплее. Ну, видите, как я одета, да. Да, очень холодно. А так 13 и 12. Если вот нулевая будет, то будет 12. Они совсем там холодные. Это еще там в кухне, а тут вообще холодные. Все из-за дырявых труб, говорят местные жители. Дому уже 50 лет. За это время к коммуникациям коммунальщики не притрагивались. Как результат, только в прошлом году отопление отключали 4 раза. У нас хомут на хомуте, на трубах. Трубы дырявые, дырявые. Они рассыпаются прямо у людей в руках. И прорывала горячая вода. У людей пара полно в квартирах. Это отваливают с собой, это портится. Это дети дышат этим паром. Наталья Продайко держит в руках десятки писем городской власти с просьбами отремонтировать трубы. За три года переписке удалось выбить частичный ремонт труб только в двух подъездах. Остальные два пока так и остаются без тепла. А жильцы с холодными батареями. Ольга Теребинска, Елена Миндалюк, Василий Миновщиков, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер.